Привет-привет, мои солнышки. Сейчас будет перевоплощение из бабаёшки в красавицу. Я буду делать утюжку. В итоге, мои хорошие, вот что у меня получилось. От утюжила волосы. Сделала я утюжку за 10 минут, снимать не стала, потому что я уже снимала то, как я делаю утюжку. Если не забуду, оставлю ссылку на это видео и вообще на все укладки, которые я делаю. Потому что часто бывают вопросы, как я сделаю эту или другую укладку. Что хотела вам сказать. Мне опять поступило предложение о сотрудничестве с сайтом тех купальников, которые я два раза вам показывала в своих видео. Опять хотят мне выслать купальники на обзор. Но я уже не знаю, что там выбирать, честно сказать. Мне купальники уже девать некуда. И хотела попросить вас поучаствовать, выберите, пожалуйста, купальники мне на обзор. Но есть одна просьба. Не выбирайте открытые трусики, чтобы попа не была видна. Потому что то, что вы накидаете мне ссылки, я из них выберу то, что мне приглянулось. И чтобы я могла потом его надеть, если он мне подойдет по размеру. Поэтому вот такая вот помощь мне от вас нужна. Спасибо за участие заранее. Ссылочку на сайт я оставлю. Вы же оставите ссылку на понравившийся вам купальник под вот этим вот видео. Спасибо, мои хорошие, еще раз. Привет, привет, мои хорошие. Рубрика, что на ужин. Сегодня у нас булгур. Это пшеница. Пшеничная крупа, будем говорить, обработанная уже паром. Куриные крылышки, обжаренные. Ты их замариновала, потом обжарила, да же? Замаринованные, потом обжаренные. Ну и салатик. Потом у меня успокоительный чай. Нам нервничать нельзя. Всем приятного аппетита, кто за столом. И нам тоже. Зулечка не может так кушать, у нее желудок больной. Заболел здесь, хотя она не ест турецкую еду. Она у нас на кашах. Твой ужин можно показать? Что там у тебя? Вот он ее ужин. Это геркулесовая каша, да? Да. Овсянк. Вот так вот. Вот чем питается. У нее и на завтрак была эта каша, и на ужин эта каша. Не знаю, чем можно питаться этому человеку. Пока вот на кашах. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас... Фу-фу-фу-фу. Какое число? Не знаю. 26-й, 27-й. Короче, какое это февраля. Мы идем с детками к кардиологу. Не было места для парковки. Заехали в парк, который я вам в последнее время снимала. Здесь есть платная парковка. Сюда заехали, и отсюда уже пешочками идем. Кардиолог принимает в районе Алсанджак. Вообще, я заметила все частные кабинеты у врачей в районе Алсанджак. Это не частная клиника, это именно частный кабинет. Там страховка не работает, насколько я знаю. Ну, приедем, увидим. Мы сегодня без золи. Муж, детки и я. На улице не так уж жарко, хотя солнечная погода 9-10 градусов. Всего лишь прохладно, однако. Не поймешь, погода... Вот сейчас самая такая опасная погода, когда можно заболеть. И очень много болеющих. У нас золовка заболела. Один день золи приболела, но она быстро вылечилась за пару дней. Потом дочь моя один день буквально температурила. Я ее быстренько на ноги поставила. Но муж-то у меня постоянно носом шмыгает всю зиму и всю весну. Это нормально у него каждый год так. Ой, я на эту сторону не походила. Я здесь не была на этой стороне. Ну да, я, как и говорила, это парк огромный. Его, чтобы полностью весь пройти, мне кажется, нужно сутки гулять здесь. Еще мы записали детей к невропатологу, но это уже на... Но это уже на 15 марта. Почему так далеко? Потому что все забито. Невропатолог тоже принимает в частном кабинете. Вот. Сейчас сниму обратную сторону. Вот выход. К своему гинекологу тоже мы ходили в этот же район. Я же говорю, все частные кабинеты именно в районе Алсанзак. Мы не знаем, где это, потому что здесь, посмотрите, дома-дома-дома-дома. И вот под домами или в самих квартирах вот эти вот самые частные кабинеты. Доча спит. Сынуля нет. Вот такие вот бутылочки, контейнеры в виде бутыля, бутылок для стеклянных бутылочек. Вот, пожалуйста. Хотя здесь не только стекло. Такс. Муж смотрит по карте, куда нам двигаться. У нас осталось, наверное, минут 10 до нашего рандеву, до приема. А вышли мы из дома в 12. Пока искали место парковочное, для парковки места невозможно было найти. Смотрите, да, на эту арку. Кто-то у меня спрашивал, это сами деревья так растут или специально я бы так делала. Конечно же, специально. Вот даже вот видно, вот это вот дерево вот здесь вот привязано, видите? Специально делают. Так, пока закроешь. Мы бежим, 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 бежим. Сами не знаем, куда. Я за ним, как цыплёнок за курицей. Как это это? Все дома одинаковые. Ой, в тени вообще холодно. Хорошо, я всё-таки детей потеплее одела. Хоть мы ехали на машине, я прям как чувствовала, что нам пешочком придётся пройти. Такс. Да, хорошо. Пуспытец кока. Да. Есть лекарства, которые я постоянно здесь покупаю тёте и отправляю. Они ей жизненно необходимы, и пить ей их всю жизнь. И здесь даже их найти проблемно. Нашли всего две упаковки. Вот за неделю две. А в Дагестане они стоят раза в 4 или в 5 дороже. Вот в таком доме находится кабинет. Заходим, заходим, идём в лифт. Герема? Личная проблема с коляской. О, нормально. Наш лифт, наша коляска не в залазе. Вот это моя проблема. Мне приходится ручную спускать, если им уже нет. О, ветер, вон. Искали мы долго это место. Почему? Потому что в интернете, который был адрес, был неверный. Не? Бой не? Снова поправился. Так, просто. Вот он, кабинет. Одеваем бахилы и проходим вовнутрь. Так. Вот здесь мы ожидаем приёма. Сертификаты, дипломы, всё что угодно. Детский уголок. Сын, дочь, сейчас всё перевернёт. Сын, дочь, сейчас всё перевернёт. Приём стоит 500 лир на одного ребёнка. посмотрите какие цветы красивые прием стоит 500 лир так как у нас двое детей сразу нам сделали по 400 лир и хима меня си нуля будем сердечко твое проверять будет нибудь будем дикой серьезный там можно попить чай кофе если желаете где-то здесь птички здесь даже есть комната для кормления закрыто все пошли на прием а 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